Просто спалил дефолт. Чего ждать сейчас? Уже через несколько часов Центробанк остановит свободное падение рубля, и он начнет медленно, но верно укрепляться. Оставив экспертов и игроков рынка в состоянии полного шока, неужели всё обошлось? Мы приняли решение о том, чтобы повысить ключевую ставку с 10,5% до 17%. Но страх останется. Они говорят, что будет повышаться цена. Куда бежать и во что вкладывать свои деньги? Может, в золото? Как это делали в СССР? В зубы, да. В зубы люди вкладывают в основном, конечно, в золото. Это мнение Петра Толстого, простого человека из народа. А теперь спросим известного предпринимателя Виктора Виксельберга. Я периодически задаю себе вопрос, охранить ли какие-то свои личные активы в золоте. Веками этот драгоценный металл был для людей спасительным якорем и подушкой безопасности. Может, и сейчас россиянам не даст потонуть золото? Что думает по этому поводу самый известный в нашей стране банкир и финансист Виктор Герасченко? Золото может, конечно, подняться в цене, упасть в цене, в зависимости, сколько добывается, и куда оно начинает идти. Сейчас золотой запас России вырос до 1187 тонн, а доля драгметалла в золотовалютных резервах поднялась на 10%. И это уже не секрет. Как прокомментирует это самый популярный бывший министр финансов Алексей Кудрин? Золото всегда считалось секретным резервом страны. За него сражались и умирали, исчезали города и великие цивилизации. Свергались цари и президенты. Писатель-конспиролог Стариков точно знает. Золото не терпит посторонних, золото не терпит суеты. Золото, однажды добытое на земле, никуда не может исчезнуть. Но есть еще кое-что. Известный американский издатель Стив Форбс лично убедился. Золото уникально тем, что в небольшом объеме вмещает большую ценность, поэтому его легко перемещать. И благодаря всем этим качествам золото всегда обеспечивало стабильность денег. Так может и в самом деле всех нас и мир, стоящий на пороге глобальных перемен, в очередной раз спасет именно оно. Золото. Лондон. Деловой квартал Кенри-Ворф. Обычное январское утро. Никто из служащих этой высотки не догадывается, что случится буквально через минуту. Габриэль Маги. Вице-президент IT-департамента банка Джей Пи Морган. 39 лет. Друзья знали, в ближайшие выходные он собирается с любимой девушкой в Париж, а вместо этого совершает смертельный прыжок с крыши. Гонконг. Три недели спустя. Топ-менеджер Джей Пи Морган Дэннис Ли сводит счеты с жизнью. И тоже падает с крыши. Следующим будет Райан Крейн. Его найдут мертвым у себя дома в Нью-Йорке. Уильям Броксмитт снят с петли в лондонской квартире. Майк Дюкер бросился с моста в штате Вашингтон. 15 трагических смертей только за три месяца 2014 года. Все жертвы преуспевающей топ-менеджеры крупнейших банковских империй. Кто или что толкнуло их на такой отчаянный шаг и заставило так подбить свой последний жизненный баланс? У людей бывают разные жизненные обстоятельства, правда? Кто-то психически ненормален, кто-то там проворовался, кто-то еще чего-то. Записи камер наблюдения показали. Накануне рокового прыжка Габриэл Маги несколько раз поднимался на верхний этаж небоскреба. Искал путь на крышу. И нашел. Пустая бутылка из-под текила и мобильный телефон. Вот что обнаружила полиция на крыше высотки. А вот что сказала Вероника Странде, подруга Маги. Прежде чем это произошло, мы часами говорили о наших планах. Мечтали переехать куда-нибудь в Европу. Габриэль ни разу не упоминал о проблемах и неприятностях на работе. Он был спокоен, позитивен и настроен на будущее. Журналисты выяснят, эпидемия суицидов совпала с расследованием громкого скандала, связанного с золотом. Крупнейшие банки манипулируют ценами на золото. В их числе ведущий банк США Джей Пи Морган. И все шестеро его сотрудников покончили с собой или умерли при невыясненных обстоятельствах. Идет обман, да? И участвует же не один человек, а целая группа людей. И когда грозят такие сроки, может, нервы не выдерживают, прыгают из окна и так далее. В этой истории целая цепь совпадений. Кто в лондонском филиале Джей Пи Морган отвечал за компьютерное обеспечение операции с золотом? Габриэль Маги, упавший с крыши в январе 2014. С кем из нью-йоркских коллег он обменивался секретной информацией? С Райаном Крейном, которого нашли мертвым спустя неделю. Все жертвы знали друг друга. И, возможно, то, что они скрывали, стоило им жизни. Те, кто связаны с золотом, те, кто связаны с мировыми финансовыми, имеют очень серьезный профессиональный риск. Высокопоставленные банкиры заканчивают жизнь самоубийством, когда это становится кому-то необходимо. Но кому была нужна смерть банкиров? Отмотаем пленку на год назад. Очередной громкий скандал. Банк Джей Пи Морган уличен в махинациях на понижение цен на золото. Ведется расследование. В обстоятельствах аферы разбирался Уильям Броксмит, член правления Дойче Банка. Тот самый, кого вынули из петли в январе 2014-го. Следующий участник расследования – Майк Дюкер, главный экономист финансовой компании «Рассел Инвестманс». Тот самый, кто в январе 2014-го упал с моста в штате Вашингтон. И, наконец, Габриэль Маги. По одной из версий, осведомителем Броксмита и Дюкера был именно он. Финал его жизни известен. Но какие же секретные сведения своей корпорации Габриэль Маги сливал коллегам? Здание в Нью-Йорке на углу Уолл-Стрит и Бродвее. Сердце американской финансовой системы. Здесь работал Райан Крейн, еще одна жертва из черного списка банкиров. Именно здесь распределяются финансовые потоки Федеральной резервной системы – Центробанка США. И здесь под грифом «секретно» принимаются решения – сколько печатать долларов и на что их тратить. На сегодняшний момент именно Федеральная резервная система подмяла под себя американское государство. Условно говоря, это не президент Соединенных Штатов назначает руководителя Федеральной резервной системы, а руководитель Федеральной резервной системы назначает президента Соединенных Штатов Америки. А еще этот главный финансовый штаб страны командует золотом. Потому что если процессом не управлять, цена на слитки взлетит до небес и обрушит бумажную империю Джей Пи Морган. А вслед за ней рухнет и вся мировая финансовая система. Видимо, цена этого знания и стала для многих банкиров личной трагедией и катастрофой. Многие, я бы сказал, уже большинство это понимают, кто глубоко увлечен. Понимают, что вот все труднее и труднее удерживать всю эту систему. Это, скорее всего, личные мотивы, чем опасения. Хотя личным может стать и бесконечная мысль о том, что все это накроется. Именно этим словом «накроется» известные аналитики описывают чрезвычайную ситуацию в банковском мире. Имея в виду не очередной экономический кризис, а предрекая скорый финансовый конец света. И счет идет, если не на месяцы, то на ближайшие несколько лет. Я лично считаю, что мы уже живем в кризисную эпоху. По моему мнению, закончится эта кризисная эпоха полной катастрофой. Это не обязательно будет полномасштабная война, но будет финансовая катастрофа, в которой все эти финансовые бумаги и договоренности станут недействительными. Нейтан Льюис, известный американский экономист, автор популярной книги «Золото. Деньги прошлого и будущего». Он дал довольно откровенное интервью Первому каналу и сделал неожиданно жесткие прогнозы. Очевидно, что США – лидер этой кризисной эпохи. Поэтому для них последствия неизбежны, я в этом уверен. Я считаю, что очень вероятно, что США перестанут существовать в своем нынешнем виде. Что в итоге? Мир летит в пропасть, а у черных банкиров сдали нервы, и они просто ускорили свой уход? А золото? Золото, когда мир рушится, остается самым надежным и выгодным активом. С точки зрения инвестиций, золото исторически имеет одну важную характеристику – его ценность не меняется. Во времена распада Римской империи богатые семьи скупали золотые монеты и закапывали у себя в дворе. Людей этих давно нет, а римские монеты до сих пор откапывают. И их ценность сегодня приблизительно такая же, как и две тысячи лет назад. Больше нет ничего, что имело бы такое же свойство. У римлян в ходу также были акции и закладные. От них, конечно, ничего не осталось. Во времена кризисов, когда разоряются банки, лопаются ипотечные пузыри, когда начинаются войны, цена на золото обычно стремится вверх. Золото – самый точный индикатор и показатель того, что в мире что-то резко меняется. 17 марта 2014 года, когда были подведены итоги референдума в Крыму, цена на золото достигла своего пика – 1393 долларов за тройскую унцию. Одна тройская унция равна 31 с лишним граммов. Золото всегда оставалось с ценностью, да, бумажные деньги обесценивались. Поэтому с этой точки зрения, вот там, скажем, события на Украине, да, на Ближнем Востоке, когда цена все-таки пошла вверх, вот, это показатель, наверное, для меня того, что вот этот нормальный фактор, всегда существовавший, он заработал. Лето. Канны. 67-й международный фестиваль. Все ждут громкой премьеры фильма «Добро пожаловать в Нью-Йорк». Но организаторы фестиваля исключают его из конкурсной программы. Еще не выйдя на экраны, фильм уже вызовет скандал. Что же с фильмом не так? Предположительно, его сюжет основан на событиях, связанных с Домиником Стросканом, бывшим руководителем Международного валютного фонда, кандидатом в президенты Франции. А это уже двойной скандал. Весной 2011 года Строскана обвинили в сексуальных домогательствах горничной в Нью-Йоркском отеле «Софитель». Агенты ФБР сняли Строскана с парижского рейса за 10 минут до вылета. А желтая пресса выдала все пикантные подробности скандала. Он вышел из ванной абсолютно голый, облапил горничную, затащил в спальню и повалил на кровать. Она пыталась от него отбиться, а он тащил ее по коридору в ванную, где снова пытался сексуально домогаться. Иммигрантка из Гвинеи Нафисатоу Диало оказалась на обложках деловых изданий. С каждым днем история ее изнасилования обрастала новыми интригующими подробностями. Однако судьи сочли ее показания надуманными. Дело развалилось. Но Строскан был вынужден покинуть пост главы МВФ и снять свою кандидатуру с президентских выборов. В фильме «Человека, отдаленно напоминающего Строскана» или сокращенно ДСК сыграл известный французский актер Жерар Депортье. По словам критиков, слишком натуралистично и агрессивно. Мне не нравится Строскан. Он высокомерный, как многие французы. А французов я в принципе не очень люблю. Особенно тех, которые во власти и считают, что они хозяева судьбы. Которые могут иметь любовниц и бить их плетками, как делал Строскан. Мне не жалко тех, кто подвергся суду из-за своей похоти. Строскан подаст в суд на создателей фильма. Но его репутацию и карьеру это уже не спасет. А главное, в тень уйдут другие возможные причины его громкой отставки. В фильме о них не слой. И мы должны поверить в то, что его хобби было насилие над горничными в американских отелях. Ну, согласитесь, очень странная история. Потом выясняется, что вроде он не совершал этого преступления. Но тогда его обвиняют в том, что он чуть ли не торговлей женщинами занимался. Я не верю, что у руководителя МРФ столь малая зарплата, что он как-то подрабатывает таким незаконным способом. Его вывели из политики, скомпрометировали. Его освободили от должности из-за скандала, в который он ввязался. На самом деле я сам совершил несколько ошибок, и я их признаю. То, как развернулись события, отстранило меня от участия в выборах президента Франции. Какие же роковые ошибки совершил Строскан? 3 апреля 2011 года. Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка. Доминик Строскан делает серьезные заявления. Рынок финансов на грани катастрофы. И доминирующая роль доллара в мире приближает крах. О чем речь? Достаточно взглянуть на эти часы. Они установлены на Тайм-сквер, главной площади Нью-Йорка, и показывают государственный долг Америки. Каждую минуту он вырастает на 3 миллиона долларов. И сейчас приближается к сумме 19 триллионов. Вот такое бесконечное наращивание именно долга, которое потенциально должно погашаться долларами, напечатанными, вот это может вызвать беспокойство. Поэтому сейчас США подошло к той черте, которая является беспокоящей все мировое сообщество. Однако Доминик Строскан не ограничился атакой на доллар. Он замахнулся на Федеральную резервную систему. И что самое ужасное, на золотой запас США. В мае 2011-го Международный валютный фонд не получил от США крупную партию драгметалла. Именно тогда Строскан позволил себе усомниться, а существует ли он вообще золотой запас Америки. Важно, кто говорит. Если это Павел Алексеевич Масловский, ну и черт бы с ним, да, для Федеральной резервной системы. Если это говорит Строскан, то это другая штука. Принято считать, что американский золотой запас самый большой в мире – 8135 тонн. Для сравнения, все золото, добытое в мире, можно уложить в куб, каждая сторона которого равна 25 метрам. Это 165 тысяч тонн золота или примерно три олимпийских бассейна. На втором месте по золоторезервам Германия – 3 386 тонн. Так называемый «Форт Нокс» в США. Многие считают, что его опустошили в 60-е годы. И есть очень убедительные тому доказательства. «Форт Нокс» – американская военная база, на территории которой находится самое глубокое и защищенное хранилище золотых запасов США. Гранитные стены, покрытые толстым слоем бетона, дверь массой в 20 тонн. Чтобы ее открыть, нужен специальный код, который разделен на части между несколькими сотрудниками. Полностью его никто не знает. На случай нападения предусмотрена автономная система жизнеобеспечения с электростанцией, запасами воды, продовольствия, которых хватит на несколько лет. За последние два года Германия обращалась к США с просьбой вернуть ей часть золота, которая находилась на хранении в Федеральном резерве. И Федеральный резерв просто напрямую отказался. То есть, очевидно, золота уже нет. Его уже использовали в рамках усилий по поддержанию существующей денежной системы. Я думаю, что вполне логично предположить, что если правительство Германии, одно из ведущих стран мира, не может получить свое золото из хранилища Федерального резерва, то никто не сможет. Там ничего нет. Это уже моветон международный. Если у тебя есть, почему ты мне не отдаешь? Ну так по-простому, да? Вот, ну, нету. Так значит, ДСК был прав. Золота нет. Но куда ушло золото? Китай. Один из крупнейших импортеров золота в мире. Официальный запас золота резервов – 600 тонн. В реальности цифра в несколько раз больше. Но Восток дело тонкое. Говорить о золоте публично здесь не принято. Дело в том, что Центральный банк Китая закрыл статистику по своим золотовалютным запасам. И сейчас, если так уж говорить, весь мир гадает, сколько золота в золотовалютных резервах Китая. Золотые драконы, украшения, даже золотое белье – теперь это в Китае признак особого шика и достатка. Так Поднебесное без лишних слов демонстрирует всему миру свое процветание, успех и блеск. В прошлом году был исторический прорыв. Объем инвестиций в золото, объем продаж золота существенно вырос. Роль золота продолжит расти. Только оно сможет сыграть стабилизирующую роль, если настанет кризис. Китайский народный банк стремительно повышает долю золота в своих резервах. 5700 слитков – такую крупную партию золота приобрел Китай в 2009 году. И это стало поводом для очередного громкого скандала. Было много разговоров о покупке крупных золотых слитков, по 400 унций каждый, китайским правительством или же частными лицами из Китая, которые оказались подделкой из вольфрама с золотым покрытием. Вольфрам – промышленный металл, который обладает схожим с золотом весом и плотностью, но дешевле в тысячу раз. Кстати, именно Китай – его главный мировой поставщик. Во избежание подозрений в подлоге Китай начал собственное расследование. Китайское правительство отследило эти слитки к источнику их происхождения, чтобы понять, кто их изготовил. И пришло к выводу, что это сделало само правительство США. То есть, когда золотые хранилища опустили, они стали поставлять в Китай слитки вольфрама. Китайцы, конечно же, были очень этим недовольны. Можете себе представить. Поэтому будет интересно наблюдать за тем, чем все это закончится. Вольфрам ты ни в гараже не расплавишь. Это специальные печи, это тугоплавкий материал, это специальное литье. Потом этот вольфрам нужно покрыть золотом. Потом обозначить там американские эти. Потом это все. Потом этих людей ликвидировать, чтобы никто не сказал. Или что с ними сделать. Следы фальшивого золота приведут ко времени правления администрации Билла Клинтона. Якобы именно при нем по заказу банкиров Федеральной резервной системы отлили около полутора миллионов вольфрамовых слитков весом по 400 унций и обманули весь мировой рынок. Стоимость так называемой золотой аферы Клинтона оценят в 600 миллиардов долларов. Чтобы снять все вопросы, американский конгрессмен Рон Пол предложит провести аудит всего золотого запаса США и получит отказ. На этом все и закончится. А китайцам останется только мрачно пошутить. У нас в стране за такой мухлеж давно бы уже руки поотрубали. Мы решили поинтересоваться у известного банкира и финансиста единственного человека в России, который трижды возглавлял Центробанк. Виктор Герасченко. А в нашей стране кто-нибудь, кроме Астапа Бендера, решился бы на такую опасную махинацию с подделкой и продажей фальшивого золота? Был случай, когда я работал во внешних штурбанках. Приехал к нам, к Сумитому банку. Вот мы хотели бы у вас купить 300 тонн золота в высшей провоке. Ну, это хорошо. А потом один приезжает и говорит, вы знаете, а мы посмотрели, оно немножко не того качества. Создали комиссию. И оказалось, что заливали это жидкое золото, да, оно жидкое, как в старые изложницы. И там образовался вот какой-то налет. Он хоть и мизерный, да, для веса он мало чего значит, но, ну, вот это было, да. И нам пришлось, как говорится, извиняться, кое-чего поменять, дать втык, естественно, руководству этого завода. Куда смотрите? Почему не может теток нанять, чтобы они там чистили эти изложницы? И мы это сделали все по-тихому, то есть исправили ошибки. Не просто сказали, что пошли нафиг. То есть репутация в деловом мире дороже золота. Но когда уже нечего терять, а в хранилищах Форт-Нокса лежит дешевый вольфрам вместо золотого запаса, который то ли растрачен, то ли ушел на поддержку печатного станка, хочется спросить, так на чем же держится сейчас центр мировой экономики? И какой новый эквивалент своего богатства в эпоху золота может предъявить США? И почему один из самых известных банкиров золотого пула, барон Дэвид де Ротшильд, поспешил по-тихому, без всяких объяснений, выйти из самого своего прибыльного бизнеса на золоте? Мы в шоке были. Там же разные ветви, английская, французская, они там, видимо, делили там что-то. Что-то у них, наверное, не получилось. Ротшильды – династия-легенда, которая веками ассоциировалась с золотом. Новость об их уходе от дел – это как, если бы Британия вдруг объявила об отмене монархами. Сообщение застало участников рынка врасплох. Аналитики сошлись в одном – истинная причина ухода Ротшильда – в нежелании быть замешанным в громком международном скандале, связанном с золотом. Я скажу, вот, как, это узкий мир. Мы друг друга все знаем, и когда, ну, как бы… А риски высокие. Сергей Кашуба знает, о чем говорит. Вход в золотой клуб банкиров действительно ограничен. Только для избрана. Представители всего пяти крупнейших банков мира, и в их числе банк Ротшильда, ежедневно, в течение уже почти 100 лет, начиная с 12 сентября 1919 года, проводят золотой лондонский фиксинг. При закрытых дверях без посторонних глаз определяют, фиксируют стоимость одной тройской унции. Хотите посмотреть фиксинг? Вот, я только потом узнал, что это такое вот действие происходило. Таким образом, вот эти вот листочки, вот эти раз, два, три, четыре, пять банков, вот, и они выставляли, как им казалось, вот, оптимальную, максимально лучшую на сегодня цену. Как лондонский фиксинг определяет цену на золото? Это до сих пор самая большая тайна. Ни одному математическому закону она не подвластна. Каждые примерно 5-7 лет факторов 5 за рост цены и 5 за то, чтобы цена шла вниз, а эти факторы меняются. Ну, проходит время, и вот эти 5 за, 5 против, они меняются. Парадокс, наверное, заключается как раз в том, что предыдущие 10 лет этот фактор не работал. Вот это самое было удивительное и непонятное, да? Хотя, значит, там свергли Саддама Хусейна, у нас там Ливии, Сирии и прочее, 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 конфликты напряженности, так сказать, но золото на этот фактор реагировало очень слабо, либо абсолютно нейтрально. Действительно парадокс. Золото, которое неуклонно подрастало в цене каждые 10 лет примерно на 10%, начиная с 11 сентября 2002 года, когда произошел теракт в США, вдруг стало себя вести непредсказуемо и странно. Никто из экспертов уже не брался спрогнозировать, сколько же в действительности стоит золото. Поднявшись до своего пика, 1920 долларов за унцию в 2011 году, золото вдруг перестало работать индикатором и стало медленно, но верно падать в цене. А если отпустить цену на золото, то сколько бы сейчас стоила одна унция? Если ее заморозить вот разом, то это было бы где-то порядка 10 тысяч долларов за унцию. Осталось ответить на вопрос, куда же пропало золото из Форт Нокса? Если вы решили незаметно украть что-то, например, Монолизу из Лувра, то вы берете копию Монолизу, вешаете на это место и ходите с Монолизой. Это та же самая ситуация. Вы берете золото себе настоящее, кладете копию, с настоящим золотом на богам отправляетесь. Более распространенная версия, что золото все-таки есть, но оно много раз перезаложено, то есть оно как бы продано. Вот одна из популярных схем. Банк-посредник берет золото в аренду, а едва получив, выставляет на продажу. По бумагам слитки находятся в Форт Ноксе. По факту, давно ушли с молотка. Золото здесь может и не храниться, вместо этого будет гарантия коммерческого банка о том, что он взял это золото и как-то с ним распорядился. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что часть этого золота физически просто не находится. Получается, что, растратив собственный золотой запас, США начали пополнять мировые рынки чужим с данным на хранение? Может, в этом истинная причина того, что Германия и другие страны не могут вернуть свое золото? Да, Германия попросила, но довольно мягко, можно сказать, поканючила вернуть золото. Ей было сказано и физически показано, что золото возвращено не будет. Вот. И осталось только сделать хорошую мину при плохой игре, объявить, как это было сделано недавно, что, ну, слушайте, американцы такие надежные партнеры, зачем мы будем это делать, все хорошо, не будем убрать золото. Август 2013-го. Очередная сенсация, связанная с именем Доминика Строскана. Мировые СМИ обсуждают запись, которую бывший глава Международного валютного фонда сделал в своем твиттере. Европа умирает, я переезжаю в Россию. Любопытная деталь. Известный французский финансист вошел в наблюдательные советы Российского фонда прямых инвестиций и Всероссийского банка развития регионов. Сегодня я выступаю в качестве советника правительств и крупных предприятий многих стран со всех уголков мира. России, Африки, Латинской Америки. Я пытаюсь как можно лучше выполнять свою роль и давать наиболее подходящие советы. Политика для меня осталась в прошлом. Вы решили рупора, поэтому не надо его убивать, расстреливать или сажать в тюрьму. Все, теперь ты частный человек обиженный, ты можешь говорить что угодно. Скандал с ДСК остался в прошлом. А дальше начались совсем уже странные вещи. То, о чем лишь заикнулся Строскан, то, что стоило ему карьеры в политической жизни, сейчас открыто заявляет известный американский бизнесмен и издатель Стив Форбс. Стив Форбс – это же главный редактор всего этого медиахолдинга, человек, мягко говоря, очень информированный. И когда он заявляет, мир в хаосе, это же понятно абсолютно. Финансовой дисциплины нет. Ну, 17 триллионов долларов мы бы напечатали, никому не должны, не собираемся платить. Ну, 18, ну, 19. Когда-то же это дело чем-то должно закончиться. Строскан, он тоже самое, он же говорил о том, что нужно наводить порядок в финансах. Мы обратились к господину Форбсу с просьбой об интервью в самый, наверное, неподходящий момент, когда на сайте его журнала висело предупреждение. В связи с агрессией в комментариях российским пользователям доступ запрещен. И неожиданно для себя получили приглашение в штаб-квартиру издательства Форбс в Нью-Йорке. Золото отражает опасения, надежды и оценки людей на данный момент. И то, что мы наблюдаем сегодня, означает, что люди хотят ликвидности. Как следствие, цены на нефть сейчас тоже находятся под давлением. Это не было задумано Центробанками, но лишь отражает тот факт, что на сегодняшний день Центробанки не знают, что творят. И поэтому золото приобретает особую привлекательность, а не становится чем-то инфляционным. Не следует забывать, что на протяжении первых 180 лет существования США доллар, собственно, и был привязан к золоту с 1790-х по начало 1970-х годов. Что же предлагает Стив Форбс? Что может остановить печатный станок, превратить зеленые бумажки в твердую валюту и спасти мир от финансового коллапса? На меня интервью Стива Форбса произвело впечатление, да, то есть он же ровным счетом сказал же об этом, когда он говорит о золоте, Форт-Ноксе и так далее, паритетах валют, как бы вот, чем заканчивается. Вот сейчас мне интересно посмотреть, вот как на истеблишмент американский откликнется на заявление руководителя Форбса, да, что нужно возвращаться, он к чему говорит? Нужно возвращаться к порядку, к фиксированному курсу, к золотому стандарту. Золотой стандарт. Денежная система, при которой монеты или банкноты можно обменять на соответствующий золотой эквивалент. Впервые золотой стандарт был введен в 1821 году в Великобритании. Благодаря этому фунт оставался главной мировой валютой вплоть до Первой мировой войны. 23 декабря 1913 года в США была создана Федеральная резервная система с функцией Центрального банка и контроля над коммерческой банковской системой Соединенных Штатов Америки. С этого момента доллар начинает борьбу за мировое господство. Есть вообще такое мнение, что значительную часть капитала в 13-м году дал царствующий двор романов. Но где концы искать, неизвестно. Сумма приличная. Вот. Но якобы у них были деньги и за границей, да? Не только здесь. Например, семья Нобили, которая сделала деньги где? В Азербайджане. Да? Они были владельцы нефтяных месторождений там. И часть нефти по договоренности с властями они через Турцию продавали потом по Черному морю в Европу. И валюта оставалась за границей. Ну, стерлинги в основном. Это была основная валюта с их количеством колоний, доминионов и так далее. Поэтому у царя были за границей деньги. Российская империя на тот момент обладала самым большим золотым запасом в мире. 1311 тонн стоимостью 60 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Российский рубль был самой надежной и обеспеченной валютой в мире. В моей семье сохранилась единственная монета 5 рублей Николаевского времени 19 века конца. Ну, вообще, она такая, конечно, уникальная, на наш взгляд. Сейчас она стоит, эти 5 рублей сейчас стоят 6 тысяч. Вы представляете себе? Вообще, конечно, не зря люди деньги хранили в золоте, зарывая потом клады в землю. Другое дело, что потом найти не могли. Не зря, потому что это, наверное, самое выгодное и удобное хранение недвижимости золота, а что еще? Я не вижу больше никакого другого эквивалента. Сильная Россия, способная стать сверхдержавой с мировой валютой в виде рубля, Западу была не нужна. Чтобы изменить расклад сил, требовалась война. И она грянула. В результате Первой мировой войны, которая началась всего лишь через несколько месяцев после создания Федеральной резервной системы, стало уничтожение не просто нескольких империй, а уничтожение нескольких финансовых систем. Золотой рубль, золотая немецкая марка, валюта Австро-Венгрии, все эти системы исчезли, эти валюты перестали существовать. Вторая мировая война снова перезагрузила финансовую систему и изменила роль золотого стандарта во всем мире. Июль 1944 года. В курортном городке Бреттон-Вудс в штате Нью-Гэмпшир США было подписано соглашение, которое утвердило долларовый стандарт, жестко привязав к нему валюты 44 стран, а сам доллар к золоту. 35 долларов за одну тройскую унцию. Европа была в руинах, а и из развитого мира только Соединенные Штаты сумели уберечь в неприкосновенности не только свою территорию, но и, соответственно, и промышленный аппарат. Кроме того, Америка обладала большинством запасов золота. Золотой запас Федеральной резервной системы становился главным залогом и гарантией от любых кризисов, войн и колебаний валют. Что бы в мире ни случилось, есть доллар, твердо привязанный к золотому якорю, а значит, и остальным валютам, привязанным к доллару, ничего не угрожает. Как и нашему рублю. Летом 1944 года Советский Союз подписал Бреттон-Вудское соглашение. До конца войны оставался год, и воюющей стране нужна была экономическая поддержка союзников. А в декабре 1945 года Советский Союз отказался ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения, итогом чего стало начало Холодной войны. Почему? Нам это сегодня очевидно. Потому что он не хотел отдавать суверенитет Советского Союза в руки Соединенных Штатов Америки, ровно так же, как не хотел отдавать суверенитет Советского Союза в руки нацистской Германии. Когда в 1944 году начались вести переговоры, ну, в соответствии с решением трех лидеров о создании Международного валютного фонда, и мы принимали участие, собрали комиссию, но Молт отказал, может, не совсем такими словами, но мы из войны вышли с голой жопы, а туда надо давать много статистики, да, и они будут видеть, как мы слабы. Поэтому давайте пока откажемся. И мы не вступили в Международный валютный фонд. Сталин сказал, СССР, он не нужен. С этого момента закрома Родины начнут активно пополняться собственным золотым запасом. В стране, живущей за железным занавесом, стратегически важно будет укрепить рубль, а чужую валюту покупать на золото. В 1953 году золоторезервы СССР составят 2500 тонн. Приходилось, изворачивался. Поэтому швейцарцы нам в 65-м году сказали, откройте банк у нас в Швейцарии, будете золотом торговать у нас в Швейцарии, а не через лону, потому что те собаки сразу докладывают американцам, да, и те золотую цену понижают. у нас же все засекречено. И сколько было, скажем, золота в запасах, крайне мере, официальных, это была такая организация, как храм назывался, при Минфине, да, знали только они, и то не все, наверное. То есть вы не знали? Мы не знали. А вы видели своими глазами запасы эти золотые? Были, хранились? Да, у меня прям глаза чуть не выскачили. Нет, не вижу. После распада СССР золотой резерв страны сократился до 290 тонн. Во время перестройки страна получала многомиллионные кредиты под надежный золотой залог. На что же ушли остальные тонны золота? Но вопрос, куда исчез золотой запас, он вопрос риторичный. Если вы помните, Егор Тимурович Гайдар заявил, что он обязательно его найдет. И этот золотой запас и нанял американскую компанию, которая должна была разыскать золотой запас. Но результат легко предсказуем. Об этом скоро забыли, естественно, золотой запас не нашли. Михаил Сергеевич Горбачев, наверное, потому является долгожителем, что вопросов о золотом запасе Советского Союза он не задавал, не задает и задавать не собирается. А свое 80-летие празднует в Лондоне. Свои люди, как говорится, сочтутся. Зато Виктор Владимирович Геращенко устал отвечать на вопрос, куда делась золото партии. Я говорю, вы что, дураки, что ли? Идите в Минфин, идите в Газплан, идите в Совмин. Банк был только посредником. Вот нам выделяли какое-то количество, мы продавали. А сколько в Гохране, мы даже не знаем, золото. Сейчас в российский Гохран тоже пускают неохотно. Но для нашего канала сделали исключение. В Гохран никогда не пускали никого. Просто так, и сейчас то же самое. Люди, которые спускаются в хранилище, должны иметь специальный допуск? Да. Для посещения бункера надо иметь спецдоступ, поскольку там хранится много ценностей. И не всем позволено туда спускаться. Сотрудники Гохрана с гордостью говорят, это наша крепость, наш Форт Нокс. 14 этажей вверх, и сколько-то еще под землей. А вот сколько? Это большой секрет. Вот количество этажей, вот сказать, конкретно невозможно. Один знаю. А дверь в хранилище, наверное, толстенная, с секретом? Никаких секретов в них нет. Только замки специальные, магнитные, у нас пропуски специальные, с разрешением входить только в данные помещения или в некоторые помещения, но никакие другие. Похоже, мир ждет очередная перезагрузка. Поговаривают о проведении Бреттон-Вудса-2. К тому же доллар давно потерял свой золотой якорь. 43 года назад, 15 августа 1971 года, президент США Ричард Никсон, выступая по телевидению, объявил о полной отмене золотого обеспечения доллара, закрыв так называемое «золотое окно». США вышли из системы золотого стандарта. Это событие вошло в историю как Никсон-шок. Идут разговоры о том, что правительство России и Китая готовятся к тому, чтобы в какой-то момент в будущем запустить свою валюту, обеспеченную золотом. Это вполне оправданное решение, поскольку, раз уж доллар США потеряет свою ценность тем или иным образом, очевидно, что просто из собственных интересов Россия, Китай и другие страны не хотят быть втянутыми в этот кризис, и поэтому строят свои планы. Наконец-то Россия и Китай скупят все золото и обнаружится, что американский доллар это просто дутая бумажка. Когда люди будут обсуждать, насколько стабилен доллар или евро или рубль или юань, ссылка будет идти именно на запасы золота, которые подкрепляют силу конкретной валюты. Впервые за 36 лет после отмены золотого стандарта и времени свободно плавающих валют экономисты заговорили о возврате к золотому эталону. Отказ от обеспечения бумажных валют золотом был большой ошибкой. Все недостатки системы ничем не обеспеченных бумажных денег начинают проявляться в наше время особенно остро. Невольно у всех возникает тихое подозрение, что это все неспроста. Рано или поздно, когда вдруг наступит такой момент, когда Америка вдруг привяжется к золоту, то, чтобы и у нас было к чему привязать. К примеру, выберем цену 1200 долларов за унцию. Это будет означать, что если цена на золото превысит 1200 долларов, вы будете печатать меньше денег. А если опуститься ниже 1200 долларов, то вы напечатаете больше. Все настолько просто. В этом нет ничего сложного. Опять назад в будущее? Сомневается наш Алексей Кудрин. Это вряд ли. Примерно это то же самое, как если сравнить сегодняшние автомобили и самолеты с конной тягой. Всегда можно вернуться к конной тяге. Она все-таки тоже есть. Но это настолько уже неудобно и нереалистично, чтобы мировая экономика с ее динамизмом и развитием и финансовыми рынками существовала на конной тяге вместо самолетов и скоростных поездов, что в общем к этому уже никогда не было. Золотой стандарт это очень хороший способ денежной политики, но был сто лет назад. Оказывается, идея возврата к золотому стандарту разделила экономистов на два непримиримых лагеря. Золотой стандарт это не один какой-то стандарт. Существуют различные разновидности золотого стандарта. Большинство людей не разбираются в золоте и большинство экономистов не разбираются в золоте. Но пока экономисты спорят, политики принимают решения. Как золотой, так и валютный запас это наша подушка безопасности. Поэтому задача как раз правительства в последние годы была накопить резервы, которые золотовалютные резервы с тем, чтобы в период хороших цен мы могли сформировать такой запас. А в период, когда цены на нефть вот как сейчас падают, мы достанем с кубышки часть наших ресурсов и поможем исполнять обязательства, которые заложены в бюджете. Но, конечно, больше всего нас волнует, что будет дальше с нашим рублем. Есть шанс, что однажды он станет мировой резервной валютой. Чтобы рубль можно было использовать в качестве резервной валюты. Для этого нам нужно выстроить определенные механизмы поведения на валютном рынке. Но нужно заниматься больше экономикой, с тем, чтобы наша экономика и расчеты в рублях были более интересны, чем расчеты в других валютах. Поэтому, чем мощнее будет наша экономика, тем больше и устойчив будет темп ее развития, тем больше будет доверие к нашей валюте. Время деньги. Сколько придется ждать? Россия уже готова вести расчеты за энергоресурсы в рублях. Недавно российская компания «Газпромнефть» осуществила в Китае первую пробную поставку нефти за рубли. В дальнейшем намерены активно использовать национальные валюты при торговле энергоресурсами, при осуществлении прочих внешнеэкономических расчетов как с Китаем, так и с другими странами. Поселок Албазино Амурской области. Здесь, в заповедной тайге, находится уникальный золоторудный карьер. Показываем специально для тех, кто думает, что золото и сейчас добывают в реке с помощью специального лотка, промывая драгоценный песок в воде по старинке. Увы, богатых россыпей золота на поверхности земли почти не осталось. Самые популярный и трудоемкий способ добычи золота сейчас рудный из недр земли. Вот так образуется огромная многокилометровая воронка. Место особой энергетики и сил. Мы убедились в этом лично, проехав 12 тысяч километров по тайге и бездорожью. Во время вашей командировки забудьте, что такое асфальт. золота Зачем это нужно? Скажите, зачем мигал? Во-первых, безопасность, много лесовозов, то есть дорога пыльная, и чтобы машину было издалека видно. Потеряли нашу съемочную бригаду. Возвращаемся обратно навстречу к ним, потому что подождав 10 минут, мы поняли, что что-то случилось. Надеемся, что все будет в порядке. Что произошло? Вот скальный грунт кусками вырывает резину. Все, это уже колесо восстановления не подходит. Продолжаем движение. Переправа. Река Амгун. Последний рывок. Дорога превращается в крутой серпантин. Поднимаемся вверх, аж дух захватывает. Это мы сейчас поднимаемся уже по серпантину. гору и достаточно высоко. Чувствуется перепад давления, закладывает уже. Мы сейчас находимся на высоте 460 метров над уровнем моря. То есть можете представить, как высоко. Почти полкилометра. Позади меня горы, леса, такая дымка легкая. Воздух просто чистый-чистый. Его можно попробовать на вкус. И наконец вот он, албазинский золоторудный карьер. Перед нами огромная воронка неимоверной красоты. Масштабы космические. Еще немного, и Россия займет второе место по добыче и производству золота, опередив лидера и главного конкурента Австралию. Мы за 20 лет прошли путь, который на Западе занял, наверное, лет 70-80. И я считаю, что это повод для гордости, потому что в некоторых других отраслях, несмотря на значительные усилия, ну, такими результатами пока похвастаться невозможно. А золотодобыча это самый наукоемкий, самый интеллектуальный, самый сложный сегмент отрасли по добыче твердых полезных ископаемых. Сейчас там работают машины. И машины с размером трехэтажный дом. С этой высоты они, ну, как муравьи. Земля здесь словно пропитана золотом. Хотя по виду не скажешь. Самая обычная руда. Золото из нее еще нужно извлечь, переработав не одну тонну породы. Но цель того стоит. Люди в синем это самые обычные земляне. такой край, так и и мужики. Есть определенная мистика, как-никак это золото, вечная ценность этому металлу дана уже давно. Да, есть определенная романтика в этом месте. У нас тяжелый труд. Можно назвать нас суровыми, дальневосточными парнями. мы находимся в плавильном цвете. Сейчас за моей спиной произойдет таймс рождение золота. И дальняя дорога, и все наши испытания в пути были не зря. Мы действительно почувствовали магию вечного металла на себе, особенно когда взяли в руки по тяжелому слитку. Посмотрите как сияют наши лица и блестят глаза. Да, и самый главный вопрос напоследок. Так что же делать нам с вами? Вкладывать все свои сбережения в золото или нет? Для нас, для простых людей, вкладывать в золото никакого резона нет. У нас не отменен налог на добавленную стоимость при обороте драгметаллов у частных лиц. Поэтому в принципе вы можете, если вы сегодня купите слиток, а завтра решите по какой-то причине продать, то вы можете потерять величину этого налога, то есть около 20%. Покупать какие-то расписки, связанные с тем, что банк хранит это золото, а вы являетесь его номинальным владельцем, это уже сложная инвестиционная политика. Если возвращаться именно к простому человеку, то, наверное, это не самое эффективное вложение. Бизнес на золоте под силу только крупным государством, настоящим золотым титаном. Простым людям разобраться в этой мировой шахматной игре непросто. Ясно одно, сильная страна, крепкая валюта, а все остальное спекуляция на золоте и типичная конспирология про мировую закулису, заговор тайных правительств и финансовых элит. Знаете, такая устоявшаяся бизнес-фраза о том, что миром правят лажа, а не ложа. Поэтому я далек от мысли о том, что существует какая-то группа лес, которая хорошо понимает, как она может управлять за счет большой концентрации золотых запасов резервов. вряд ли. Все-таки пока еще ситуация в мире является все-таки многополярной и очень много факторов влияет на конъюнктуру рынка золота, в частности, и нефти, и поэтому не надо упрощать, я не сторонник теории зэков. Известный предприниматель Виктор Виксельберг ни в мистику, ни в заговоры не верит. Это он выкупил у знаменитого семейства Форбс коллекцию из 15 золотых пасхальных яиц Фаберже и вернул их в Россию. Каждое яйцо уникально. Снаружи оно покрыто белой имитирующей скорлупу эмалью, внутри в желтке из матового золота курочка, а внутри курочки рубиновая корона и это символично. Конечно, само по себе золото мир спасти не может, только мы, люди, и это ценно. За это нас когда-нибудь назовут великой золотой цивилизацией. А пока мы цивилизация бумажных ноликов и потому уязвимы. Деньги, любую валюту, доллар, легко можно обрушить. Не верите? На каждой банкноте под подписью президента есть такая надпись «In God We Trust». Мы верим Богу, а у них зарегистрированного права на эту надпись нет. Я знаю человека, который сделал регистрацию этого знака. Он говорит, можно им создать проблему. Но это наш. Наш, наш. Коммерсант. Я вышел на бывшего управляющего банка Франции, поговорил, он говорит, дай мне проконсультироваться. потом говорит, ты знаешь, вы правы, но я вам не советую. Подождите, давайте объясним. Грузовик наедет, и все. Но это не надо писать. Уже записали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова